Мы в Мексике, жарко, уже не один день. Итак, ребята, сегодня мы поговорим о семейном насилии. Это то направление убежища, которое изменилось буквально за один месяц. Поменялись критерии оценки, поменялись критерии работы миграционных судов, связанные с данной категорией дел. Возникает семейное насилие в странах Средней Азии, бывших странах Советского Союза. В отношении замужних женщин происходят эпизоды насилия, побоев, унижения, бесправия. Женщины обращаются в милицию, в полицию, в органы государственной власти, в другие организации за помощью. Естественно, что помощь отсутствует, потому что сложилась определенная норма и обычая. Женщина вынуждена обратиться за убежищем в США, потому что здесь ее совсем затравили, она стала изгоем. Такое очень часто бывает, и у нас такое тоже было. Дальше. Где женщина может обратиться? Она обращается на границы в Мексике, либо въезжает по визе в США. Нам интересны границы Мексика, потому что мы занимаемся конкретно этим направлением. Итак, женщина подает на границы, попадает на интервью. Первое интервью длится 30-40 минут. Оно будет на границе, прямо там же, где ее забрали. Второе интервью будет промежуточное. Скорее всего, если женщина беременна, либо с детьми, такое часто бывает. Женщина окажется на свободе, дальше ей назначат время, когда будет проведено второе интервью. Итог. Она где-то через месяц, бывает через два, бывает через год. Все зависит от иммиграционного офицера Айс, и от того, как она прошла эти интервью. Женщина попадает на иммиграционный суд. В иммиграционном суде рассматривается ее дело и принимается решение. Какое будет решение? От чего зависит решение иммиграционного судья? Мы рассмотрим во второй части. Итак, ребята, переходим ко второй части. Решение иммиграционного судья. В данном случае все зависит от того, как иммиграционный судья посмотрит, и каким образом он будет оценивать кейс заявителя. В данном случае это женщина из СНГ, которая запросила убежище на границе, прошла все необходимые интервью, и сейчас она на иммиграционном суде. Итак, допустим, иммиграционный судья видит, что здесь больше частный случай. Частный случай – это фактически то же самое, что если бы женщина пошла в полицию или в милицию, написала заявление, рассказала, какие у нее проблемы, пошла в органы государственной власти, написала туда заявление, рассказывала о своей проблеме. Это частный случай. Таких случаев в Америке очень-очень много, потому что семьи носят тотемный характер, туда никто особо не заходит, мало кто из семей выносит это на поверхность. Из-за этого случаев частного насилия в американских семьях процент очень высокий. Таким образом, при рассмотрении дела судья, если будет отклонение в левую сторону к частному случаю, то 90% что женщина-заявитель получит отказ. Второй вариант – это социальная группа. Социальная группа – это та же самая женщина, но иммиграционный судья рассматривает ее как часть какой-то группы. Например, женщин из стран Средней Азии, которые имеют одинаковые характеристики, проблемы которых знают многие. То есть там есть целый набор, мы здесь его распишем. То есть социальная группа, почему по социальной группе положительный процент положительных дел намного выше, чем у частных случаев. Потому что в данном случае существует судебный прецедент апелляционного совета от 2014 года дела ARCG 338 женщины-гражданки Сальвадора. Но 11.06.2018 года этот судебный прецедент был отменен. И в настоящий момент он не работает. А если вообще интересно, как развивались события с этой женщиной из Сальвадора, все очень интересно. Она перешла границу, незаконно перешла границу в декабре 2014 года. Ее арестовали где-то там на границе. Ее забрали в иммиграционный лагерь. Она из него вышла. Она прошла интервью. Далее был назначен суд. Суд принял решение ей отказать, несмотря на то, что она шла от социальной группы. То есть ее адвокат делал упор, делал, больше показал членство в социальной группе. То есть сделал больше оснований, что она член социальной группы. Дальше этот отказ адвоката или кто-то занимался судьбой этой девушкой. Подали апелляцию в апелляционный совет. Это произошло буквально через 8 месяцев. То есть в декабре ее забрали. В июне был суд 2015 года. И в ноябре 2015 года отменили решение иммиграционного суда, потому что был судебный прецедент. Далее. Все, эта девушка получила грин-карту. У нее все хорошо. И судебный прецедент, данный судебный прецедент работал практически с 2014 по 2018 год. Кстати, я вам бонусом тут тоже написал таблицу, что такое судебная система США, чтобы было понятно вообще, о чем я говорю. Смотрите. Значит, Соединенные Штаты – это 50 штатов. 50 штатов делятся на судебные округи или округа, как удобно. Всего их 11 плюс 12 – это Вашингтон. Например, если человек подает на убежище в Тихуане, то это 9 округ. Если, например, человек подает в Аризоне, это 9 округ. У каждого округа есть своя практика и свой процент положительных решений. Почему в настоящий момент много людей подают в Калифорнии? Потому что кто-то когда-то из адвокатов сказал, что процент очень высокий, давайте все вместе будем подавать там, а не в другом округе. С этим понятно, да? Значит, в эти округа входят иммиграционные суды, всего их 58. Далее. В эти судебные округа входят апелляционные советы, на основании которых, если, допустим, решение иммиграционного судьи было отрицательным и его оспаривали, оно попало в апелляционный совет, то это уже стало прецедентом. То есть судебный прецедент – это то, что уже было использовано и то, что является основанием для принятия решений вот для этих вот ребят. Итак, третья часть. Я расскажу вообще, как развивались события с социальной группой, потому что с частными случаями мы сразу же закрываем. Частные случаи – это провал, частные случаи – это отрицательное решение. И если кто-то из каких-то там адвокатов вам предлагает, если у вас есть основания для подачи на убежище по этому направлению, по насилию в семье, пойти как частные случаи, считайте, вас заведут в отказ. Даже если вы получите отказ, конечно же, вы можете этот отказ оспорить в апелляционном совете, но это дополнительные расходы, это издержки и так далее. Я думаю, что вам это не нужно, из-за этого лучше всего в данном случае, чтобы… Ребята, тут на самом деле всего-навсего просто игра слов. Вот в тексте в вашем кейсе можно написать так, что иммиграционный судья увидит это как частный случай, а можно написать так, чтобы это была социальная группа. Каким образом это сделать, мы расскажем об этом, сделаем отдельное интервью с нашим человеком, с Игорем, это член Совета журналистов международного класса, который помогает нам писать, который знает эти нормы. Все, что сейчас происходит в США, все новые изменения доходят до него от переводчиков прежде всего. Но об этом позже. Итак, мы переходим на третью часть. Итак, ребята, третья часть. История прецедента. Но до этого, я думаю, что это интересно, я вам покажу таблицу. Сейчас я написал, почему суд отказал женщине из Сальвадора в 2014 году, которая нелегально прошла границу и которая получила отказ в иммиграционном суде. В одном из 58, в одном из 12 судебных округов. Первая причина – не заслуживает доверия. Это наиболее распространенная причина отказа в иммиграционном суде. То есть, женщина рассказывает, показания у нее, скорее всего, путались, она не могла точно сформулировать идею, и на каком-то из интервью, наверное, были какие-то… Ну, что-то пошло не так. Не заслуживает доверия. Вторая – группа, от которой она шла, как я вам говорил во второй части, женщина из Сальвадора шла по социальной группе. То есть, от социальной группе. Женщины, которые имеют определенные одинаковые характеристики в этой стране. То есть, группа не попала под критерию группа. Третья – это то, что нет доказательств того, что государство не оказывает помощь. То есть, доказать она не смогла, соответственно, получила отказ. Продолжая судьбу этой женщины, она уже давно в США, у нее уже есть грин-карта, и они смогли этот отказ аннулировать, оспорить вышестоящие инстанции. Об этом я говорил во второй части. Итак, распространенная причина отказа в иммиграционном суде – это отсутствие доверия со стороны судьи. Итак, ребята, история прецедента. Все началось с того, что в 1985 году как раз возникла подобная проблема, когда женщина по имени Акоста приехала, это, кстати, дело шло под номером 233, подала на убежище на границе, но на тот момент в законе об иммиграции и гражданстве вообще не предусматривалось и не интерпретировалось понятие «социальная группа». То есть были четыре направления – религия, раса, национальность и политические убеждения, но не было интерпретации понятия «социальная группа». То есть нельзя было отдельного человека интерпретировать как член социальной группы. Вот. То есть эта проблема возникла, и с 1985 года были положительные решения, когда человек шел именно от социальной группы. То есть это стало нормой. И работал до 1999 года. То есть все это время были проблемы с рассмотрением подобного рода дел, но процент был очень высокий. В 1999 году новое дело 917-23, когда то же самое, да, практически похожая ситуация, но в тот момент дело дошло до апелляционного суда, и в апелляционном суде действительно хотели отменить эту норму, но тогда вмешался генеральный прокурор Рено, и дело вернули обратно на рассмотрение и приняли положительное решение. И норма, которая работала в 1985 году, она осталась. Следующий – 2014 год. Опять же, апелляционный совет дал разъяснение по подобному роду дел, и все это работало до 2018 года, до июня, до 11 июня. В настоящий момент, ребята, прям с 2018 года, рассмотрение подобных дел, оно идет в новом ключе. То есть здесь особые требования к доказательству. Здесь целых 9 пунктов, которые нужно учесть. Должно быть обязательно членство, должны быть обязательно характеристики, должны быть явные отличия. Еще один важный момент. Я не буду вам рассказывать полностью, что изменилось, но скажу, что если, например, вот, допустим, возьмем Россию, вот, подобная ситуация произошла бы в каком-то из городов в нашей стране, в России, то, допустим, женщина, если бы она, ну, любой город, да, там, ну, абсолютно любой, могла спрятаться в другой части этой страны, то это был бы даже отказ от, несмотря на то, что она шла от социальной группы. То есть вот эти все изменения, их сейчас нужно учитывать. И в настоящий момент, ребята, если кто-то, я обращаюсь к женщинам, если вы сейчас решили пойти по этому пути, по этому направлению, мы сможем учесть то, что поменялось, с учетом того, что Игорь, это наш самый главный товарищ, который фактически занимается написанием кейса, он в настоящем и в прошлом и в будущем, это политтехнолог, который работал как раз социальными группами, он без труда сможет вам разъяснить и внести в кейс все то, что требуется именно для выигрыша этого дела. То есть социальная характеристика группы, доказательства, членства, отличительные черты и так далее, все это будет в вашем кейсе. Итак, ребята, что сумел, то показал. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. В ближайшее время будет видеоролик, связанный с судебной системой США. В ближайшее время, использую эту доску, я смогу вам рассказывать о других изменениях, которые будут. В ближайшее время, ребята, мы получим в готовом виде фактически все акты за последние два года, связанные с иммиграцией, акты апелляционного совета, 13 апелляционных советов. Это сборники, которые в настоящее время переводятся и по которым я буду делать по каждому из актов отдельное видео. В настоящее время у нас уже переведен, переведен фактически полностью закон об иммиграции и гражданстве, те акты, которые нам нужны. Кстати, ребята, если вы получили отказ, допустим, по визе по статье 214-Б, это как раз закон об иммиграции и гражданстве, это акт номер 214, который имеет свои подпункты. Если вас, допустим, депортировали и у вас в паспорте стоит номер 212 и указание там, да, то это тоже, соответственно, акт, который также был использован против вас. Итак, ребята, подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Привет вам из Мексики. Всем всего доброго, пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!